Помню, я там бил как плюшными мишками по лицу, я не чувствовал эти удары. Я тоже был, на самом деле, готов к четвертому раунду. Хотите делать петушиные бои, делайте петушиные бои. Это был говно-бой, и это была худшая моя подготовка в жизни. Если я захочу выяснить, что это будет лучше, я с ним поборюсь просто. Кто у кого сильный дух будет, то ты... До этого не было душка у тебя что-то. Рады всех приветствовать на первой пресс-конференции GFC Pride, посвященной нашему первому турниру и главному бою, где сошлись бойцы Сергей Шишкин и Шарипев Хазрат. Этот бой собрал самое большое количество комментариев, спорных комментариев, где зрители отдавали победу и Сереге, и Хазрату. И мы сегодня здесь собрались для того, чтобы посмотреть еще раз, разобраться и высказать свое мнение. Сегодня нам помогут разобраться в противостоянии Хазрата и Сергея чемпион WBC Азия Артаваса Раян и профессиональный боец, опытнейший спортсмен, а также лицензированный судья ММА Армен Гулян. И отдельное спасибо я хочу выразить нашим спонсорам. Это Акрон Холдинг и Прайд Клуб. С их помощью мы можем проводить наши зрелищные турниры и такие пресс-конференции. Спасибо за поддержку, ну а мы начинаем. Начнем с того, что посмотрим бой Сереги и Хазрата и выслушаем мнение наших экспертов, а дальше послушаем самих бойцов. Я что-нибудь скажу. Скажи что-нибудь. Нет, в процессе видео. Все, погнали. Ну что, мы посмотрели первый раунд, что мы можем сказать о нем, Армен? Ну, по первому раунду здесь, ну, я скажу так, что вас здесь судят судьи Федерации Панкратиона. Я являюсь судью Федерации Союза ММА России. И в Союзе ММА России вообще по международным правилам каждый раунд считается в отдельности. Каждый раунд это как отдельный бой. И потом в сумме этих трех раундов выводится общее решение. По первому раунду у нас здесь однозначно боец из черного угла в данном случае. Он одержал поверхность, потому что он был более эффективен по нанесению ударов. Он взял контроль спины, он наносил оттуда эффективные удары. По контролю и по количеству ударов первый раунд за ним. Мое мнение, ну, здесь однозначно должно быть по решению. То есть 10,9? 10,9 в сторону бойца из черного угла. Да вопросов по первому раунду-то вообще нет. Никто их не дает первый раунд. Я хотел, Серега, у тебя спросить, есть у тебя? Первый раунд это стопроцентный слив. Я всегда первые раунды сливаю в каждом бою, потому что ты щупаешь соперника, смотришь, как он работает, двигается, что он будет делать. Тут основную роль сыграло, когда он забрал эту спину и начал наносить добивание. У вас примерно равное было по количеству ударов. Был удар навстречу с переводом тебя в партер. Это тоже достаточно эффективное действие. В первую очередь, по ММА оценивается критерий, это ущерб. Потом идет объем проделанной работы, это переводы, броски. И уже в последнюю степень, при остальных равных, оценивается контроль площадки, контроль позиций и все прочее. А еще такой вопрос. Я слышал, что в UFC тейкдауны учитываются только если после него было какое-то эффективное действие. Тейкдаун, если я перевел соперника, я произвел активное действие. Но насколько оно эффективное, зависит от того, какой был амплитудный бросок, какой ущерб он нанес сопернику и смог ли я взять контроль. Понятное дело, если мы при всех равных в стойке рубимся, но я еще делаю переводы, но он встает, это активное действие будет мне защитено. Но если я проиграю бой и я перевожу соперника, а он внизу более эффективен или он сразу встает, понятное дело, это никак не будет оценивано. Если даже я перевел соперника, но он в положении снизу работает более эффективно, бьет меня, выходит на болевые, конечно, это будет отдана ему позиция. Потому что в любом первое, как мы говорим, это ущерб, это эффективность действий. Перевод в партер, это может быть как спасение от работы в стойке. Хазрат, что ты сам скажешь по поводу первого раунда? Готовился ли ты к такому или у тебя все прошло по плану? Или все-таки план был немного другой? В первом раунде все шло по плану. Ну, я достаточно провел большую работу со своим тренером в плане того, чтобы изучить Сергея, его манеру боя, как он будет двигаться, какие удары он будет иносить. Мы работали, натачивали именно... Ты смотрел бои Сергея? Конечно, да, я все изучал. Я отнесся к этому очень серьезно. Вот. В общем, я знал то, что он будет бить лоу-кики. Нужно защищаться, в первую очередь, от лоу-киков и от ударов с разворотом. Они довольно-таки были опасными. Поэтому я ожидал и я делал то, что мы оттачили на тренировках. Я, к сожалению, не нашел боев Хазрат нормальных. Все бои у него проходили лежа, он цеплялся, хватался, там нечего было смотреть. Я вообще такие бои не люблю и выкидываю. И попался на эту удочку. Ну, я не смотрел эту удочку. Не, ну если ты говоришь, я смотрел и все бои проходили лежа. Он лежит снизу, его переводят. Я не перевожу сам. Понимаешь? Все бои его переводят и он лежит снизу. У него везде активное действие. Я не могу его расценивать, как он меня будет переводить, потому что он практически нигде не переводил. Его всегда переводят и он лежит снизу, он работает как грэпплер на спине. Ну видишь, ты сделал хорошую работу для его будущих оппонентов, раскрыл его с новой стороны. Да, я хотел бы сказать насчет этого. Извиняюсь, но видно работа, то что он видел твои лоу-кики, у тебя хорошие лоу-кики. Он много на подхватах работал именно лоу-киков, это видно, заготовочка достаточно неплохая была. Насчет этого, как я работал в этом бою, это на самом деле мой единственный, можно сказать, бой, в котором я начал какую-то новую работу. Потому что до этого всегда я передвигался в стиле рукопашного боя. Я работал на челноке, мне входили в ноги после пары серий ударов и я уже работал как джитер снизу. Начиная с области 2019 года, доходя до России, все бои я закончил либо треугольником, либо рычагом на руку. И во всех боях мне пытались пройти в ногу, я делал защиту, либо забирал в гард и оттуда производил действие. То есть, да, я работал таким образом. А в этот раз, после пары поражений, когда меня бросали, контролировали сверху, не давали работать, я понял, что нужно немножко менять тактику против соперника более высокого уровня, который очень хорошо работает. Адам, ты как профессиональный боксер, как оцениваешь раунд по ММА? На сколько часто смотришь поединки по ММА? Ну, достаточно часто смотрю. Что могу сказать по первому раунду? Первый раунд, несомненно, забрал Хазрат, ну, больше доминировал. На руках нанесли примерно одинаковое количество ударов, и точных, и не точных. Но более активным был Хазрат, и первый раунд я бы, ну, чисто свое мнение, Хазрат выиграл. Ну, я могу отметить то, что достаточно хорошая техника у обоих бойцов, и видна мысль бойцовская на хорошем уровне в этом даже молодом возрасте. И могу сказать, что технически ребята очень хорошо работают. Это потому что в GFC попадают лучшие. Погнали второй раунд смотреть. Вот мы посмотрели раунд, который был спорным. Наверняка из-за второго, и ты увидишь потом третий раунд, и из-за них писали комментарии. Потому что здесь уже судить тяжело, особенно людям, которые смотрят бои и особо судейства не понимают. Да, и комментарии были прямо ожесточенные. Писали то, что, мол, Хазрат залежался, Серега там стоял сверху и делал активные действия. Что скажешь ты со своей точки зрения? Как мы видели, это, ну, такой достаточно, как сказать, раунд сложный, но сложный только из-за критериев, да, там, понимания, как судья какой момент видел. Здесь, если смотреть по активным действиям, да, Хазрат в начале раунда попал и сделал потом перевод от сетки. Потом была позиция гард, и оттуда была активная работа с рук, добивание. Но потом позиции сменились, и уже Сергей контролировал стойки и наносил лоу-кики. Достаточно продолжительное время это было, но кроме лоу-киков мы никакой другой работы не видели. И очень субъективно оценивать, какой ущерб именно эти лоу-кики нанесли оппоненту, да, там. Да, контроль есть, но насколько эффективны вот эти действия, да, они имеют эффект, они эффективны. Но насколько они влияют на соперника в целом, на его, ну, нанесение ему ущерба, травмы. Потом бойцов поднимают в стойку, я не знаю, сколько они здесь, минуту в этой позиции находились, партера. Их, ну, плюс-минус, да, минуту находились, поднимаются в стойке, начинается обоюдная работа, обмен примерно где-то равный. И под конец опять бойцы черного угла оказываются сверху. И этот раунд, если, честно скажу, вот надо было сидеть с запиской, записывать количество, объем работы, ну, где-то его можно оценить в ничью. Но по техническим действиям, по количеству и качеству нанесенных ударов, наверное, все-таки я также бы не с большим преимуществом в сторону бойца из черного угла. Даже если мы сейчас смотрим, идет попадание, да, такой оверхенд, но после этого сразу ответка удара снизу. Армен, а вот такой вопрос, вот ты несколько раз говорил об ущербе, ущербе, судьи оценивают ущерб. А как зрителю понять и вообще как сами судьи расценивают этот ущерб? Это какие-то субъективные такое понимания или есть какая-то там шкала ущерба, да, грубо говоря? Судьи Союза ММА, судьи Международной Федерации, они постоянно ездят на семинары, разбирают подобные бои. И критерии оцена, критерии нанесения ущерба, общее понимание формируются у всех судейского состава. Из-за этого, когда судьи сидят и разбирают бои, они примерно понимают, где какая степень ущерба общая, как оружие пристреливают, как делают. То же самое и здесь. И уже судьи оценивают эти действия. Конечно, субъективная здесь составляющая тоже есть, но от уровня судейской бригады, от опытности ее, ее решение, как сказать, максимально одинаково судьи все видят действия. Этот бой достаточно равный бой, раунд, но за счет количества технических действий, да, там эффективных, я все-таки склоняюсь бойцу. А я бы хотел оспорить ущерб в партере. Я понимаю, если бы он там стоял и с маунта добивал жестким ударом, это был какой-то ущерб. Он меня там бил, как плюшную мишку на полицу, я не чувствую эти удары. К техническим действиям смотрим. Удар, перевод, контроль, добивание в партере. Потом ты делаешь свип, свип, как техническое действие, она ее ценится. Ты стоишь в стойке, наносишь удары ногами, лулкиками, это эффективное действие, она наносит ущерб, но нету развития здесь уже. Ты, получается, отставил в стойке, ты с позиции ставил, контроль держал, да, активная работа. Поднимаешь в стойке и начинается обоюдная работа у вас, также ровно. Где ты попадаешь оверхендом, он тебя встречает, потом обмен идет, который не наносит значительный ущерб. И раунд заканчивается, когда соперник с позиции сверху. Ты носишь удар в падении, но ты оказываешься снизу. И по количеству технических действий, сложный раунд, еще раз скажу, в рассмотре. Но мы даже вот сейчас видим в позиции партере идет активная работа, добивание по корпусу, перевод на голову. С твоей стороны в этом раунде мы увидели, к сожалению, только работу ногами. Хазрат, хотел тебя спросить по поводу урона. Был все-таки урон от его лоукиков, ты их чувствовал? Ну, было пару попаданий, но я бы не сказал, что этого достаточно для того, чтобы забрать раунд. Ты задумался встать после пары этих попаданий? Да нет, Сергей достаточно эффективный. Лоукики были хороши, но я, ну, знаю, как их сейчас. Ты не мог сидеть в последних пару дней. А? Я думаю, ты не мог сидеть после них пару дней. Да нет, я спокойно бегал. Я тренировался сразу после боя. Я знал, как их защищаться, поэтому, я думаю, у меня не было такого сильного урона от них. То есть, если бы, да... Кто-то понимал, что баллы уходят. Да, я понимал. А чего ты ждал, вот, находясь внизу? Чего ты ждал? Что вас поднимут? Наверное, да. Скорее всего. Либо удобного момента. Нет. С самого начала я думал, что он пойдет на меня либо с ударами, как это обычно бывает. Он начнет мне прессинговать, добивать руками. Я думал, на этом поработать. А потом уже, да, я ждал, пока судья поднимет. Я думал, что он отчитает какое-то время, подумает, что... Сергей достаточно эффективный лоукики. Я сейчас скажу, вот, возможно, если бы я просмотрел этот раунд, именно находясь там вживую, я бы его в ничего посчитал. Потому что, ну, достаточно качественные лоукики, удары. И это, конечно, субъективное восприятие. Сейчас мы еще просмотрим. У нас есть возможность здесь просмотреть несколько раз. Я тоже считаю, что раунд ничейный. Первая половина раунда была за Хазратом. Доминировал, поджимал. Да, был фулл маунт, добивание. Но испортило все его лежание, грубо говоря. Серега второй половину раунда забрал. Был более активный, нанес больше ударов. И, отметим, красиво двигался. Но это не считается... Танцы не в счет? Да, не в счет. Публике понравилось, наверное, скорее всего. Но... Скажем, на себя отработал, Серега. На свой личный бренд. Симпатию, аудиторию он точно заслужил. Да, это немаловажно, на самом деле, сейчас посмотреть на братьев Диозов, например. Да? Они... Их все время будут любить, потому что они устраивали, наверное, еще будут устраиваться. И все в комментариях пишут, что, типа, Шишкина давайте в хардкор. Шишкина в хардкор он там покажет. Хотел бы в хардкор? После танца. Почему нет? Нет, в хардкор на кулачку можно было скачать. Наоборот, на ММА нет. А почему? А вы с чем не нравится? Мне не нравится ММА хардкора. Вообще. Или уровень организации? Ну, да. В принципе. Я бы не хотел, это такая более клоунада. Ты имеешь в виду пресс-конференцию? Вообще, даже бои. А почему? Клоунада. Ну, это не тот уровень профессионал, куда я стремлюсь, допустим. Ну, это же стартовая площадка. Ну, вот такая площадка для ребят, которые начинают, начиная с юниорского возраста, достигают России и мира. Мне кажется, для них стартовая площадка должна быть посерьезнее. А там есть Шамиль Рамазанов, парень чемпиона России по ММА. Да. Чемпион Европы и России по ушу, Сань, да. Там есть куча ребят. Ну, они же все туда идут ради хайпа. Боец UFC там есть. Они идут туда ради хайпа, чтобы набрать аудиторию и свалить. Вы только начинаете свою карьеру, вы не понимаете, что такого уровня боец, который на конкурентном уровне может выступать с любым бойцом в России, даже который держит титулы, с ними не хотят драться. Они являются этническими дагестанцами. И их лиги не очень охотно подписывают. И их единственная возможность показать себя, как-то проявить и медийно... Да, они там их не показывают, потому что они там лежат три раунда. Это не мой уровень. Это не я. Это не я дрался. Это вообще даже не половина меня была в этом бою. Почему? Да потому что это просто без двухнедельной подготовки. Я дрался без дыхалки из-за ноги. А что было с ногой, расскажи, пожалуйста. Разрезали ногу, на вене какой-то гнойник вылез. И выбрался с разрезанной ногой. Ну да. Ну под конец уже, что смысл сливаться. Тем более там все пишут, поддерживают, не поддерживают. Я думаю, да профи не идет, значит можно постигнуть. Вот вы видите, смотрим такую ситуацию. Вот оба хороших бойца, но один боец с планом на бой, сфокусированно подошел, подготовился. Я пытался. И он нашел инструменты, за счет которых ты тоже хорошего уровня боец, но ты вышел от работы на том, что у тебя есть. У тебя не было четкого плана на бой. Ты, чтобы ты понимал, те же самые бойцы формата Эдуарда Вартаняна, они выходят на бой, он знает каждую минуту, с какой комбинацией он будет входить. И каждая ситуация у него смоделирована на тренировках, как он будет реагировать. И он выходит, он во время боя не думает о том, что получается, не получается. Он просто делает тут спочку, которая приведет его, которая уже заложена. Алгоритмы действий. И то же самое, вот совет для спортсменов, да, ваших, которые начинают, что они должны выходить на бой с четким планом. Ну, это и есть профессионализм, правильно? Тем более у нас пацаны, когда выходят, вы знаете, соперников заранее. Ни на одном другом, наверное, любительском турнире, ну, если он выше, допустим, чемпионата области, да, такое себе сложно позволить. Ну, вот мы и посмотрели финальный третий раунд. По комментариям зрителей он также был несправедлив. Вот, на самом деле, чего я не считаю, я считаю, здесь Серега тоже не дожал. Ты вот говоришь, что не устал, а на самом деле, мне кажется, у тебя окислились руки. Руки, да, окислились, но я по дыхалке. Четвертый раунд я полностью был готов. Уверенно. Я тоже был готов выставить. Четвертый раунд, это прям мое. Я люблю вот этот, когда уже испытываешь дух. Когда ты дерешься не на каких там навыках своих, а когда ты уже дерешься на дужке. Кто, у кого сильный дух будет, то ты. До этого не было дужка. До этого четвертого раунда не было, а не дужка. Он в третьем, в конце третьего раунда. По-моему, я с Кириллом сейчас рубиться буду, а не с Катратовым. Я тоже был, на самом деле, готов к четвертому раунду. Ты думал об этом? Я думал об этом. Я был уверен в своей победе, но я понимал то, что я валялся в партере, то, что были активные действия, я был готов к четвертому раунду. Но судьи решили так, что… Меня восстанавливал тренер для того, чтобы… К четвертому раунду. То есть, мой угол был полностью уверен в том, что мы не забрали этот бой. Но… Но это ничья. Да, ничья и надо четвертый раунд. Поэтому меня разминали. Скажите, я вот этот раунд, я его в первый раз вижу, уже, наверное, 120 раз вы просмотрели. Мне в этом раунде, да, там я не сидел, не записывал, не писал там записку, судейскую все прочее. Но здесь, в этом раунде, был более интересно смотрел Сергей и более активных действий он провел. Так что я бы этот раунд с небольшим преимуществом отдал бы Сергею. И если у вас в лиге возможность была четвертого раунда, я бы хотел видеть четвертый раунд. Когда дается экстраунд, перечеркиваются все итоги предыдущих раундов и уже оцениваются чисто по крайней, там, трехминутке в данном случае. И в данном случае, в данном таком бою, достаточно спорном, мне кажется, это самый был правильный такой выбор. И главный судья, если бы я был главным судей, я бы, наверное, взял бы на себя ответственность именно назначить четвертый раунд. Я, например, видел, что в третьем раунде, ну и в предыдущих, в особенности в третьем я заметил, что был такой момент, у Хазрата получалось делать все, что он начинал делать. У Сереги были хорошие, красивые попытки эффектного боя. Но эти попытки не доходили до конца. Практически после каждого удара ногой с разворота, да, Хазрат ловил, переводил в партер. Здесь опять были... Здесь даже двойка, да, прилетела от Хазрата? Прилетела тебе двойка с раунда? В третьем раунде? Да. Тут, знаете как, вот когда присылают бой на разбор, когда у тебя бой вызывает сомнения, ты всегда полагаешься на то решение, которое вынесла уже судейская бригада на турнире. Потому что если он у тебя вызывает спор, то, скорее всего, там судьи, три судья, они, ну, если мы берем за понимание, что это коэффицированная бригада отсутствует, значит, они тоже это просматривали, и они уже вынесли коллегиальное решение в сторону. Здесь бы пересмотр решения я бы не принял, как судья, если бы не на рассмотрение дали, не принял бы, но как организатор предложения бы предложил сделать бы именно реванш в данном поединке, потому что это очень интересное противостояние. И, мне кажется, их бой еще один-второй будет гораздо более ярким, потому что Сергей уже знает, к чему готовится, и он уже подойдет по-другому. То же самое его оппонент тоже уже был в этом поединке, тоже знает, что ждать от Сергея, и это снимет все вопросы. Но они не будут осторожны? Я уверен, более чем не будут, они более остро будут работать, потому что они уже, каждый из них понимает, что зубами надо вырывать эту победу. Там уже принципиально. Да, это сто процентов. Бойцы стоят друг друга. Но у нас еще стилистика разная, я базовый джейсером, базовый ударник, и это тоже, ну, в противостоянии такому интересно. Ну, ты тоже в стойке достаточно неплохо эффективно работал. Ну, это больше, наверное, рукопашка, да, тебе дало? Ты рукопашка больше занималась, да? Ну, нет, я занимался с меньшими зноборствами одного тренера, просто в какой-то момент начали выступать по рукопашке, она заинтересовала. Но я сначала проиграл много-много раз. По рукопашке, да, я знаю, мне близкий друг скидывал, как он тебя лупил. Кто-кто-кто? Близкий друг скидывал, как он тебя лупил на Кубке там каком-то России по рукопашке. Ты летал там, я не знаю, на третий этаж, я думал, ты вообще весь килограмм 50, что ли. Хотя выступал 65 килограмм и 62 или 65 там, я не знаю. По рукопашке? Он летал-то, да, нормально. На Кубке России? Я не знаю, Кубок России это, ну, Кубок чего-то там был, он мне скидывал видео. Но я ему сказал, что оценивать рукопашку и мать разные вещи, там, кимоно, они цеплялись за кимоно. Сколько мне лет было, 10? Нет. Ты уже был взрослый. 17, может, лет тебе было. Ну, ты правильно, Сергей, оцениваешь то, что это все отдельные дисциплины, это совсем другое, потому что... Он выиграл тебя на рукопашке, я выиграл его на области. Причем в одну калитку. Но не забывай, что в МММ я могу перевести и сколько угодно бороться и сломать его там. Да, да. Но его не переведешь. Мне недавно скинули видео, где человек рассказывает, что лет 10 назад он меня по самбо выиграл. Я такой, блин, если сейчас начнут все вспоминать, кому я когда-то по самбо проиграл и там... 120 интервью должно быть. И я бы этого парня встретил, говорю, блин, а когда это было? Ну, я не спорю, возможно, это было. Я проигрывал по любителям и много проигрывал. Это часть моего багажа, опыта моего. Я ценю каждое поражение даже, может, больше, чем победу. Хазрат, у меня такой вопрос. Ты после этого боя вызвал на бой парня, который тоже является базовым джитсером и сказал, что вы, будучи оба базовых борца, покажете яркий бой. Вот мне очень интересно, а чем ты это обосновываешь? Ну, потому что все думают, многие, точнее, думают, то, что вот борцы не могут показать хороший бой, они будут там лежать, ничего не делать, но... Извини, перебью сразу. Вот сейчас был твой шанс показать хороший яркий бой против очень яркого ударника. Ну, давай по факту, как вот многие пишут и говорят, и мы обсуждали, ты его засушил. Ну, нет, я бы не сказал, что я засушил бой. А залежал? Да нет. Почему? Я не залеживал бой. Я старался активно работать. Я тоже не могу согласиться, что это был бой, где залеживают. Если вы хотите... Я вам могу показать видео, где залеживают. Посмотрите мой бой с осетровым. По моменту залеживания. Я обдрался на России... По юношам. А? На какой именно, на который ты проиграл? В первом кругу, на который ты проиграл? Или на какой именно России? Нет. По юношам. Я в полуфинале проиграл. Я активно работал в стойке. Меня бросали. Я закидывал треугольник, рычаг. Но оценивали именно того, кто сверху находится. Вот это залеживание. Я бы не думал. Нет, хорошо. У меня вопрос остается тот же. Понимаете? Почему я думаю, что у джитеров будет яркий бой? Да. Потому что, если этого не произойдет, ко мне подойдет. Ярослав Дмитриевич скажет. Это что такое? Ты зачем такую пару сделал? И я вот сейчас смотрю на то, что происходило. Ты при первой возможности переводил в партер. Да. Не залеживал, допустим. Не засушивал. Но переводил в партер. Зрители, они любят стойку единицы ценителей, которые могут... Ты очень интересно рассуждаешь. Честно сказать. Я вот слушаю. Для меня это фарсом немножко звучит. Человек говорит, что он с борьбы. Он выходит против профессионального ударника высокого уровня. Его козыри в том, что он хорошо борется. И он должен с ним рубиться в стойке. Может тогда ему просто дать себя нокаутировать и все? Ну, получается тогда, выйдя с тем, у кого слабая стойка, ты как раз будешь биться в стойке. Ну, он себя может более ярко проявить в стойке, потому что уже у них где-то равные преимущества будут. Кирилл профессионалист. Ты ММА, братишка. Это мне надо было выйти там с чемпионом мира по тайскому боксу и стараться с ним в стойке рубиться. А почему я им тогда не выйду в самбис подраться по боксу, вот к чемпионам или там по карате. Ну, это смешно, что каждый делает то, что он делает более эффективно. Речи нет. Есть эффектные бойцы, есть эффективные бойцы. Вопрос в том, что почему ты говоришь, что получится яркий, хороший бой. Вот для меня, если столкнуться там два джитсера, да, например, то это будет какая-то попытка именно борьбы. Или, например, столкнувшись с джитсером, ты будешь именно драться в стойке? Нет, вот именно то, что почему два джитсера, когда выйдут драться, почему они должны возиться в партере? Выяснять, чем джиу-джитс лучше? Да вы не знаете, что ли. Даже если они будут возиться в партере и показывать высокий уровень борьбы, это будет для меня, по крайней мере, и тех людей, которые понимают, интересно. Но таких людей мало. Я бы не смотрел. Вы тогда поймите, что вы хотите делать. Хотите делать петушиные бои, делайте петушиные бои. Если вы хотите делать ММА профессионального уровня, с сильными бойцами, делайте профессиональное ММА, где ребята используют всю разрешенную технику, которая дозволена. Все. Если я захочу выяснить, что в джиу-джитсе лучше, я с ним поборюсь просто. А это бой по ММА. Мне нужно в совокупности узнать, кто лучше. И поэтому тут не будет чистой борьбы. Сергей достаточно эффективно вовремя уходил с этих позиций. Но выходы на болевые были со странной оппонентами. Нет, я был просто большего мнения о твоем джиу-джитсу, чем оно есть на самом деле. Я думал, что там нормальный уровень, а там все видно, все палевно. Если бы ты меня обманывал, как-то там закидывал на руку, делал треугольник, а тут на что-то еще выходил, то да, это страшно, было опасно для меня. А это было не джиу-джитсу, это не уровень джиу-джитсу. Той версии себя, которой я был до этого. Вот я скажу, уровень джиу-джитсу у нас есть. Это у Ахмеда. Амаева? Да, он нормальный джиу-джитсер. Он не джиу-джитсу, не у грэплинг. Это разные вещи. Грэплинг, да на одно и то же. Тогда, значит, грэплинг лучше джиу-джитсу, я так считаю. Грэплинг – это больше контроль. А как ты тогда свой уровень оцениваешь борьбы, если ты не смог в борьбе ничего сделать? А я не борец. Нет, он себя просто ставит как джитсер. Я себя не ставлю как джитсер, я не говорю, что я борец. А он тебя спросил, какой же ты ударник, если ты меня не смог вырубить? Я? Да, как ударник. А чё ты не нокаутировал его? А чё, каждый ударник нокаутирует каждый бой? А чё ты не перебил его? Я перебивал. Как перебивал, если судьи решили, он выиграл? Какая разница? Я сказал, что я был не в форме на этот бой. Я сделаю… Это уже, согласитесь, уже отмазка. Я был не в форме. Это не отмазка. Это отмазка. Это не отмазка. Я просто выйду на перебой и покажу и борцовскую технику свою, и ударную технику и так далее. Что касается этого боя, что касается третьего раунда, хотел сказать, что выиграл его Серёга, по моему мнению. В общем, бой отдал бы ничью, опять же, по моему мнению. И хотел сказать, что выиграл не Хазрат, а просто проиграл Серёгу. Потому что, опять же… Ты мог во втором раунде вместо своих вот этих танцев, вместо красивых вот этих движений, которые ты пытался показать, более убедительно боксировать и больше показать себя как бойца. Так, ты же ударник, тебе надо было перерубать его, зарубать там, я не знаю, больше… Ты проиграл второй раунд и проиграл этим весь бой, я так скажу. Ну, не проиграл, а был ничейный второй раунд. Второй раунд. Да, да. Хотя мог. Но ты уделил больше внимания танцам. Ну, опять же, тебе надо было чуть-чуть по-другому. Да. В публике. Без обид Хазрат, но как есть. Но я уверен, у тебя на руках может получиться ещё лучше, если ты подготовишься именно на руках. У тебя более длинные руки, ты можешь его встречать, не подпускать апперкоты, прямые джебы и так далее. Совет тебе больше обратить внимание на руки, вот и всё. После того, как мы посмотрели ваш бой, полностью его постарались разобрать. Естественно, теперь вопрос реванша стоит ещё больше, но я считаю, что перед этим делом, перед таким боем, вам нужно провести ещё одному поединку в нашей лиге, победить каждому и после этого говорить уже о реванш. Что скажете? Я согласен. Серёга? То же самое. Согласен. Есть что сказать, Хазрат, напутствие на следующий ваше поединение? То, что потом у него не получится там навязать какую-то хотя бы капельку себя на бой. Там буду полностью доминировать я и в борьбе, и в стойке, и где угодно. Ты перед первым боем так же говорил? Это не то. Это не то будет. Я просто ты уверен на бой, я вообще не доволен собой. Я поэтому и не хотел там и разбираться, и ещё что-то. Просто вообще не доволен собой, как я отодрался. Даже если сравнивать с Россией, вот этой по юниорам, которая сейчас была, у меня там каждый бой был намного лучше, где я дрался. И уровень оппозиции был никак не хуже. Хазрат не какого-то высокого уровня, слишком высокого уровня, чтобы он перебивал меня так, как он перебивал меня в стойке. Просто я не показал того, чего мог показать. Ну, ты так говоришь то, что ты не мог показать. Ну, это же не значит, что я тоже на 100% выложил в своё время боя. Ты говоришь, это была моя лучшая подготовка. А я говорю, это был говно-бой, и это была худшая моя подготовка в жизни, когда я куда-то готовился. А ты там, ты-то был на сборах с хорошей командой, ты тренировался, ты разбирал меня, у тебя было очень много формата, где меня разобрать. Понятное дело, но ещё другие факторы играют роль. Какие? У тебя была мощная подготовка. У меня практически не было подготовки. Вообще. В следующий раз я подойду к этому более серьёзнее и покажу, где самарцы зимуют. Так вот, на этой ноте мы заканчиваем разбор нашего противостояния Серёги Шишкина и Хазрата Шарипова. Реваншу быть, когда он состоится. Пока будем держать небольшую интригу, согласны. Нужно посмотреть вас в других противостояниях, в других боях. За поддержку огромное спасибо холдингу «Акрон», сети фитнес-клубов «Прайд». Следите за GFC. Кто хочет попасть к нам в Лигу, не забывайте, что мы проводим отборочные турниры. Лучшие, кто проявится на отборочных турнирах, попадают в Лигу. Друзья, если ваше мнение поменялось после этой пресс-конференции, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И помните, это главная мотивация для наших молодых бойцов. Ну и напоследок остаётся сказать только одно, что путь начинается здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...